Итак, дорогие друзья, сегодня День Единства еврейского народа. Я хочу выразить свою поддержку еврейской общине Украины, главному раввину Украины Равмойше Рувену Асману, который сейчас будет выступать. Прежде всего хочу выразить свою любовь и вдохновение. Его работы, работы всей общины, всех раввинов. Мы с вами, мы хотим быть с вами. И поэтому хочу начать с того, что мы хотим вместе отпраздновать праздник в Пейсах, приближающийся Литове по Бейзе Сашем. Надеюсь, что война будет у нас. Надеюсь, что Киев будет мирным городом. И мы сможем приехать в Киев и вместе отметить праздник в Пейсах Бейзе Сашем. Чтобы эта встреча была первой из серии многих. И чтобы мы рассеивали светом Торы тьму. И я хотел бы предложить, чтобы регулярно, вот сейчас по четвергам, были встречи и уроки Торы, или слова Торы звучали. И эти слова Торы, они приведут мир и Бейзе Сашем, Геулу и Машеха. Потому я попросил бы Рав Асмана рассказать нам. Но я тоже хочу сказать, если мои американские друзья меня слышат, я на этом Фейсбуке также поставлю линк, я думаю, чарити, где люди смогут поддержать общину финансово не только словом, но также и делом. Шановные друзья, на всех языках, значит, да, действительно, сегодня 22... Дорогие друзья, я тоже здесь сейчас веду трансляцию в Суме. И все, кто пришел сюда, я тогда тоже вас при... Тот, кто онлайн, и тот, кто онлайн, с нами. Всем приветствую. Из центральной синологии города Киева, синологии Бродского. У нас здесь пришло, как ни странно, довольно много народа сюда, несмотря на войну, несмотря на постоянные, по-моему, раздушные тревоги, несмотря на постоянные бомбежки, ракетные удары, и несмотря на то, что скоро комендантский чар, пришло сюда много народу. Ну, пришли люди нашей общины, пришли уважаемые люди государственные, люди просто украинцы, которые пришли поддержать. Есть люди, которые только что выступали у нас главврач института Амосова, института сердца, уважаемый Василий Васильевич Зариджи. И у нас только что были... То есть люди пришли, я просто не показываю, я не хочу показывать, потому что некоторые лица, так сказать, я не хочу, может быть, люди не хотят. Поэтому, ну, я приветствую всех, которые зашли к нам в Zoom, и приветствую всех, которые пришли сюда в синагогу. Есть даже которые евритоговорящие здесь в синагоге. И сегодня, да, ввиду того, что Лебебедческий рэбер сказал праздновать день рождения, потому что это день Мазаль, день, когда у человека... Слышно меня хорошо, да? С тобой, молодой? Хорошо, все. Выключи там звуки просто. Это день, когда у человека светит его Мазаль, день, когда он особая, как бы, благоприятная ему такая Мазаль, знаете, штука Мазаль. И, кстати, когда мы находимся сейчас в месяц Адара, и когда злодей Аман бросал кур, жребий, когда он истребит еврейский народ, он бросал на каждый месяц, и когда он выпал этот жребий на месяц Адар, он очень обрадовался, потому что он устал, что в этот месяц умер Моисей, спаситель еврейского народа. Но сказано, что он не знал, что в этот месяц, даже в один день седьмого Адара, Моисей Аширобейн, он ушел из этого мира, и он родился в этот день. То есть, его дроби объясняют, что когда человек родился, жутем рождения, насколько день рождения, оно повлияло тоже на то, чтобы перевернуть этот, так сказать, замысл из статьи Амана, который решил погубить еврейский народ, перевернуть это, что его, так сказать, его повесили, а его демонстрируют его символы, все свои кары, еврейскому народу было освобождение, спасение и радость. Вот именно то, что сейчас происходит в Украине, то есть сейчас есть такой злодей, который решил грозить ядерное оружие на всему миру, и который, так сказать, хочет погубить. Поэтому не только еврейский народ, но и весь мир. Поэтому сегодня мы здесь, сегодня мы месяц Адар, в этом месяце это особый год, когда два месяца Адар, два месяца Адар, двойная радость, и когда это седьмой год, год шмита, написано в Талмуде, что год шмита, войны усиливаются, но на исходе года шмита придет Машир, Месир. И поэтому мы находимся в очень такое особое время. Мы здесь чувствуем, особенно те, кто находится здесь, в Украине, чувствуем, что они, что мы находимся в какой-то, я не знаю, несмотря на всю трагедию, несмотря на всю трагедию, на всю, так сказать, страшное, то, что здесь происходит, мы находимся в какой-то исторический, преломный момент, когда, так сказать, идет последняя схватка добра со злом, и я очень рад, что мне посчастливилось быть на стороне добра. Вот, и сегодня, да, и поэтому я хочу начать наше короткое слово Тора сказать, именно по поводу того, что я чувствую, ощущаю, находясь здесь, я думаю, что я выражу, наверное, мнение и чувство многих людей, которые находятся здесь, и это я выбрал, думал, что же сегодня сказать, во-первых, не долго, во-вторых, слово Тора, и на актуальную тему. Я выбрал сказать вторую главу, вторую главу четвертой книги, называется «Святое послание», Герета Кодыш, первого липоведческого рэбби, авторэбби, когда он вышел, сказано, заключение Петропавловской крепости, Петропавловской крепости, он просидел 53 дня, его обвинили, он был приговорен в смертью казни, он был экспертом, он не был приговорен в смертью казни, он был, в черной карете его доставили в Петербург, обменяли его в измене родины, как это обычно в России бывает, хотя он был патриот России, во время войны с Наполеоном, он, так сказать, очень многое сделал, того, что победил русский царь Александр, вот, Наполеона, но мы знаем, так сказать, насколько там благодарны люди, и поэтому его это самое, вот, так вот, он, когда вышел из Петербурга, когда Всевышний, он сделал чудо освобождения, он сказал такой маамар, он называется, я вам сейчас его скажу на иврите, и переведу на русский, сказано, Катонте, Миколе, Хасадим, Миколе, нет, сказано, Яков Авину, наш прорец Яков, когда он шел встречаться с Исавом, с своим братом Исавом, который хотел его убить, и который на него держал, 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 и он шел перед ним, когда с ним встречаться, когда он возвращался, уже у него было семьи, и дети, и внуки, и он шел с ним встречаться, и он боялся его, так сказать, и он просит Всевышнего молиться, и говорит, я становился маленьким от всех милости, которые Всевышний сделал со мной, потому что, потому что, потому что с одним посохом я перешел в Иордан, когда бежал, давно, много лет назад, когда я бежал от брата, который хотел меня убить, от Исава, и ничего у меня не было, по дороге, отобрал там сына Исава, отобрал у него все имущество, он с одним посохом перешел в Иордан, а сейчас он возвращается, у него два стана, он богатый человек, у него там семья, и много там, и рабы, и рабы, и животных, много там, короче, и золото, все у него было хорошо, и спрашивает Рэбе, и он говорит, Яков молится и говорит, «Катон тебе, Хасоним, то есть я становился маленький, как бы уменьшался, то есть, как бы скромный, становился от всего милости, которое Всевышний делает». так вот он пишет, «Катон хэсэд, хэсэджа, а кодэш бурагу ассэль адам, царик, иотшфарут», что чем больше милости Всевышний делает человеку, он должен становиться более скромным, то есть, на самом деле, Яков, он там объясняет Рэбе, что, почему Яков молился, ему Всевышний же обещал, что я буду с тобой, куда бы ты ни пошел, то есть, и он, несмотря на это, он не полагался на обещаниях Всевышнего, он становился скромным, потому что боялся, что вдруг у него какой-то грех был в дороге и так далее. Вот он говорит, Рэбе пишет, что чем больше человеку Всевышний делает добро, тем больше он должен становиться скромным и приниженным духом. И хэсэд, здоровый имин, потому что хэсэд, милосердие, добро, вернее, это правая рука. Как сказано, в имени ты хапкейне, сказано, правой рукой ты меня обнимешь, да? Шиву бехина скирвасы лагим, что такое хэсэд? Когда человеку делается добро, это чувство близости Бога, да? То есть, когда человек, Бог рядом, то есть, поэтому он делает человеку добро. И чем человек больше приближается к Богу, он должен, чем поднимается выше, тем дольше он должен становиться скромным и приниженным духом. И как написано в Мирахога Шемнир-Али, как написано, что издалека Бог виден мне. И как известно, все существующее перед Богом, оно как будто не существует. И поэтому все, чем больше, чем больше оно встает, чем больше что-то представляет из себя, тем больше оно, так сказать, ты должен понимать, что чем больше поднимаешься выше, чем больше ты понимаешь, что ты ничто и никто перед Всевышним. Это называется аспект правой руки, правой стороны, со стороны святости. Это называется хесед, который был у Авраама, нашего братца Авраама, который сказал про себя, а я прах и пепел. Авраам был великий человек, у него был столб этого мира, один из величайших людей своего поколения, и он сказал про себя, а я прах и пепел. То есть, он имеет с виду, что чем больше, как раз этот принцип, чем больше человек поднимается выше, чем он должен быть скромнее. Это тоже было качество нашего братца Якова. Поэтому, почему ему не было достаточно... Ему недостаточно было, чтобы Бог сказал, что я буду с тобой. А почему он боялся Иса? Потому что я сказал, что он был скромным, он не мог на себя повесить эту заслугу, чтобы спастись. И может быть, какой-то грех был дорогим. Из-за того, что Яков по отношению к себе был очень скромный и маленький, Мехамат Рибу и Хасоним, из-за того, что многочисленной милости Хасадим Всевышний ему сделал, сделал ему много, и он его спас, и он ему все дал. Он стал великим человеком, он стал самым богатым человеком. У него была большая семья, которая вся шла по его пути. Именно поэтому из-за этого многого Хасада, который Всевышний сделал, из-за этого он стал очень скромным и, наоборот, принижал себя. Поэтому он считал, что он не мог, так сказать, спастись, потому что это был на самом деле Хасад, который беспричинная милость, которую Всевышний дал. И, как сказали мудрецы, он думал, что может случиться грех, где-то случился по дороге в грех. Ему казалось, он на самом деле был праведным, но ему казалось все время, что он грешит. Он говорит, наоборот, Ишмаэль. Кто такой противоположность Якова? Это Ишмаэль, сын Авраама II Ишмаэль, который был Хасад и Беклипа. Это добро, которое со стороны Клипа, со стороны зла, что-то добро со стороны зла. Потому что есть такие люди, когда чем больше ему делается добра Всевышний делает, он, наоборот, становится такой, я, я. Знаете, есть такие, заработал миллионы, он считает, да я это сделал, да я, это моя, так сказать, заслуга. На самом деле он не понимает, что это милость Всевышний. Это качество Ишмаэля, чем больше он поднимается выше, тем больше он становится таким, как бы наглым, таким грубым. И поэтому он говорит Алтарем, я пришел, чтобы, так сказать, сделать такое сообщение, всем, так сказать, своим последователям, из-за того, что Всевышний сделал такое, столько много хеседа, столько много добра, Бог сделал с нами и так далее. И чтобы мы придерживались качества нашего братца Якова, Шаарамоман Ширид Исраэля, Шимэсима Цмом, который себя клал, как будто он, как бы, ничто, да, Витарон Мамыш, Шээн Башуман Цари. То есть нужно себя быть, как Яков, который себя, как бы, принижал и считал, что он, как никто, ничто. Чтобы сердце не поднялось на наших братьев, и даже не отвечать им, то есть не, так сказать, не, не дай Бог, не ругаться со своими братьями. Поэтому и так далее. И он говорит здесь про любовь ближнему, и как маем по ним, по ним, чтобы Всевышний дал, дал тоже, так сказать, братьям, и чтобы была такая... То есть он не отвечал тем, тем, кто его посадили в тюрьму, он сказал, нет, нет, не делай Бог, а наоборот люби друг друга, люби ближнего. Так вот говорится, что... Я к чему это говорю? Кстати, Яков... Почему я это именно сказал? Потому что Яков на иврите, если пишется Яков, айнбейт, кукбейт, да, это те же буквы, что Киев. Как это связано? Это я уже... Я уже закончил эту вторую главу, что Яков, он связан с Киевом, да, потому что Яков — это те же буквы, как и Киев. И нас, так сказать, в Киеве сегодня, почему я это говорю? Потому что мы ощущаем здесь, что на самом деле находимся здесь, те, кто находятся здесь, в Киеве, в Украине сейчас, в горячих точках, они ощущают, они проживают каждый день, и когда утром открывают глаза, думают, спасибо Всевышний, что ты дал мне это самое... Незаслуженная милость Всевышнего, ты дал нам открыть глаза, ты дал... То есть есть люди, которые не открыли, есть люди, которые пострадали, есть люди, которые погибли, есть люди, которые ранены. И вот сегодня, и поэтому мы ощущаем вот эту благодарность Всевышнему, которой мы чувствуем ему ближесть каждый день, каждую минуту. И поэтому, поэтому вот именно сегодня, так сказать, сегодня, я почему собрался в свой день рождения, когда Мазаль Говер, кстати, родился во второй, как раз второй месяц, 22-го Адара, второго месяца это... Вот. И поэтому я думаю, что именно в этот день, когда Мазаль, и когда нужно сделать самоотчет, и когда у нас принято принимать три хороших решения, касающиеся Торы, молитвы и добрых дел, именно сегодня, именно сегодня мы сейчас здесь вместе, несмотря на все трудности, несмотря на все тяжести, несмотря на все сирены там или обстрелы и так далее, но Львович Киробик говорил все время такой принцип, я его повторяю каждый день, тьму не разгоняет палкой достаточно немного света, чтобы разогнать много тьмы, поэтому наша задача сегодня это увеличивать свет, и тогда тьма просто, она растворится, как ничто, поэтому тьмы нет самостоятельной сущности, и поэтому, если мы с вами добавим света, то тьма сама уйдет, и весь мир осветится светом, светом Тора, светом Ашиэха, светом добра, и победа будет за нами. Аминь, надеюсь, что все будет мирно в результате этого совещания. So, the greater your, the greater the good things that you receive, you should not become more arrogant, but you should humble yourself more and more. So, that's the main lesson, the lesson. Я хочу на мгновение рабочего поблагодарить вас за ваш рассказ, и на секундочку поделиться одним рассказом благословения вам от меня, и одновременно с этим перейти на небольшой Q&A, на небольшие вопросы и ответы. Я уверен, что у наших присутствующих сегодня будет много вопросов к вам. Но одну вещь я вам хочу сказать. Был 1980 год, когда в Москве проходили Олимпийские игры, и когда отказников и преподавателей Торы и Врита, им угрожали, что если они останутся в Москве, и их там увидят какие-то иностранные журналисты, они могут что-то рассказать, и поэтому им будет плохо. Поэтому лучше всего, чтобы они убежали, и они распространяли слухи, что будут аресты. И мы действительно уехали. Тогда началась первая подпольная, так сказать, дача еврейская, лагерь еврейский под Москвой в Быково, недалеко от Малаховки. И вот я однажды когда-то, в момент Олимпиады, когда пришел домой, на секундочку я думал, я просто что-то возьму. И раздался звонок телефонный. Я думаю, кто мне звонит, может быть сообщать, что можно уехать в Израиль, может у меня разрешение в конце концов. Я поднимаю трубку, мне говорят, с вами говорят из комитета государственной безопасности. О, мы хотим с вами поговорить. Я говорю, окей, когда? Сейчас, где? Прямо здесь спускайтесь. Я спускаюсь. И некий человек, которого звали Борис, который также разговаривал с Израиль Ховкиным и со многими нашими друзьями, которых вы наверняка знаете, он мне говорит, что в высшем эшелоне Кремля принято решение всех вас уничтожить. Вы все будете уничтожены. Но у тебя есть уникальная возможность сделать блестящую карьеру в органах безопасности. То есть, если ты примкнешь к нам, будешь нам помогать, то ты выживешь. Все остальные сгниют, и никто не будет даже знать, что они были такие. И я тогда спросил, я говорю, что же мы такого сделали, что вы хотите уничтожить? Мы же только изучаем Тору, мы же больше ничего не делаем. Мы хотим уехать на свою родину в Израиль. И он мне тогда сказал, вы создаете эрозию советского общества. Другие тоже хотят уехать. Я думаю, что то, что сегодня Кремль борется с Украиной, это тоже потому, что на Украине есть свобода, которой нет в России. И потому сам факт существования Украины – это эрозия для российского режима, скажем так. И тогда я думаю, ну что же мне ответить на эту угрозу? Я тогда ему говорю, ну я понял, что если я покажу какую-то слабинку, то он возьмет дубинку какую угодно и будет продолжать угрожать мне, моим родным, близким. И я ему тогда решил просто вот показать безрассудную какую-то бесстрашность. Просто от страха. Потому что я очень боялся угрозы. И я ему говорю, вдруг неожиданно, скажите, вот вы действительно военный? Потому что он мне показал на свои штаны, говорит, ты можешь такие же лампасы, как я носить. Такой же ходить в форме, как я. И я ему тогда сказал, а вы человек военный? Говорит, да. А жизнь за родину готова отдать? И он немножко вздрогнул. Он, наверное, не очень был готов жизнь отдать. Он вздрогнул. Я тогда ему говорю, я еврей, моя родина – Израиль. Я готов за свою родину жизнь отдать. И мне казалось, что он мог бы разозлиться. Нет, он готов был меня отпустить, но спросил. Он говорит, ну скажите все-таки, почему вы не хотите с нами работать? И тогда я решил убить его оружием. И это гемора, которую привел Робмош. И он говорит, почему же вы не хотите работать? Я ему сказал, это потому что вы забыли уроки истории, как говорили большевики. Ой, какие уроки мы забыли. Я говорю, вы знаете, однажды уже была такая одна страна – Египет, которая не выпускала евреев. Евреи приходили и говорили, отпусти народ наш. А они держали нас в отказе. И вы знаете, чем это кончилось? Он говорит, чем рухнула та империя, рухнет и Советский Союз. И потом я, когда подумал о этой самой геморе, которую вы упомянули, что ошибся Аман, когда бросил жребий, и мудрецы говорят, что он ошибся в том, что это был не только день смерти, но и день рождения, то я понял эту геморру в простом смысле, что ведь для Моисея его день рождения мог бы быть и днем его смерти, ведь его хотели утопить. Но что произошло? Если мы помним, что произошло в его день рождения – он был спасен. А тот, кто хотел его утопить, и все его войско – утонули, и урок. Если бы только Аман знал, что те, кто хотят утопить еврейских детей, утонут, и что те, кто роют другому яму, сами в ней утонут, то он бы знал, что тот, кто строит виселицу, сам будет повешен. И потому тот, кто хочет утопить, уничтожить других людей, сам будет утоплен. И потому мое благословение еврейской общине Украины и Украине в целом, чтобы москвичи помнили слова Александра Невского относительно меча, с которым кто-то приходит в другую страну. И поэтому я желаю москвичам и россиянам как можно скорее покинуть границы Украины во имя их собственной безопасности, чтобы они бежали отсюда и дали нам возможность свободно праздновать наш праздник ПСФ вместе, который мы хотим отпраздновать. Смотрите, ну и что же происходит в Украине сейчас? Я уже рассказывал, знаете, это война, настоящая война с применением всех видов вооружений. У меня сегодня, у нас вчера, сегодня были, я уже говорил, да, еще дни, говорили, 300 человек. Люди мне рассказывали своими глазами, видели. И бомбы, бомбы, город летает полу-полутонны. Кассетными бомбами обстреливает, снарядами, страдами, ураганами. То есть бьет бомбы, пожалуй, настосит, убивает города. Баримболь практически весь уже уничтожен. Сто тысяч человек прячется в роли инародных областей. Они продолжают стать бомбами, уравняют землю. Российские войска. Это Харьков, город Харьков, русскоязычный город Харьков, который русскоязычные пришли освобождать от нацистов. На самом деле они уничтожают этот город русскоязычный, который не лучше встречать хлебом в соли. И просто там джун, что происходит в Чернигов, город Чернигов. Да, сегодня взорвали последний мост, и там мы последним вывезли людей, которые могли вывезти, дальше уже невозможно вывезти. Они его просто тоже уничтожают. Люди гибнут. Люди... Гуманитарная катастрофа. Они без воды, без еды, без лекарств. Раненые, убитые. Ну, короче, жуть, что происходит. Да, это общее, да. У нас община... Община. То есть бомба, она не телит, какой национальности человек. На сегодняшний день я смогли привезти очень много людей. Наверное, десятки тысяч, наверное, 15-20 тысяч уже вывезли. В разных городах Украины. Мы выводим до Кишинева. Там у нас сидят тоже мои дети. И команда сидит целая. Возят дальше или в Израиль, или в Европу. Он в основном стал Израилем. К сожалению, Израиль начали очень бюрократические отношения. Здесь по две недели надо было доказывать. Вот. И поэтому люди поехали даже в Европу и... Ого! Яша, покажи. Это невозможно. Это люди должны посмотреть. Это военное время. Военное время. Они не поверят, что мы в Деви. Они не поверят, что мы в Деви. Владимир, но вы будете реживать торт? Подождите. Не, лучше режать. Он уже так? Вы можете сделать бруху, рабочий. Сделайте бруху. Вы ешьте кейк, сделайте бруху. Мне кажется, это часть... Это часть празднества. У меня благословение на этот торт. Как еще Аккорда. Давайте нож. Есть нож? Я не думаю, что такой торт сделали, и мы не поверим, что мы в Деви. У них в Америке таких тортов нет. Ребята, я честно в Киеве. Это верцы. Я думаю, что я... А Лёва подтверждает. А пока. Это наша синагога. Это наш ресторан. Это бывший ресторан. Сейчас здесь кормится. Здесь готовится. Там много сотен порций каждый день. Отсюда коммунитарная помощь поступает. У нас залежи коммунитарной помощи. Мы пристаем в больнице. Роженицы. Потом мы раздаем разным... Просто людям. Бедные, пожилые люди, которые лежат без еды, без ничего. По домам. У нас сотня волонтеров могут отдавать. Может, они поможут? Я не умею. Я не умею. Я не умею. У нас сотня волонтеров! А это кейк. Это кейк. Это кейк. Во время войны, во время войны такое учение. Короче говоря, вот они что сделали, видите, забрали, не здесь бабушек не забрали? Нет. Да, это удобно мне, конечно, попало в эту пирму. Какова же? Да, это видите. Ребята, вы держите чуть-чуть. Так вот, да, смотрите. На самом деле, на самом деле, да, действительно, как-то вообще скейк, который даже получился. Знаете, написано в самолете. Мы летали в самолетах, там написано врачами, надеть маску на себя, а потом на ребенка. Да, почему на себя? Потому что, если ты на себя надел маску, да, потом ты можешь ребенка спасать. Поэтому, наверное, мы так себе, видите, хорошо кушаем, чтобы спасать людей, надо хорошо, чтобы наши волонтеры хорошо кушают. Поэтому, чтобы они могли доехать, потому что они действительно часто, если ребята, которые рискуют свою жизнь, то, ежедневно бывает, вот у нас есть парень, я буду его показывать. Русланова зовут, вот он сидит, я вам скромно. Я тебе не показываю. Это парень, который рискует свою жизнь и поехал, это, вот у нас взял наш микроавтобус, поехал в Европейник, когда-то недели-две назад, когда было, когда люди там ушли в бои, и там люди находились под, просто там, без пяти комедий, без пяти комедий, без раненых, без раненых, без раненых. И у него там, у него там кадыровцы стреляли из пулемета, и даже эту пулю у него в машине, оказалось, пулем привез с собой. Вот, и чудом он спасся, на полной скорости он успел из-под огня выехать, и героически спас людей, рискуя с собой. Вот, у нас есть такие люди, поэтому, поэтому и многие другие, у нас здесь есть семьи, которые не уехали, остались здесь, чтобы помогать людям, да, даже маленькие дети. Я вчера раз выставил на фрискук, как у нас семья, вот здесь одна семья, которые, дети, которые полностью себя работают и каждый день по несколько сот порций готовят. Хотя они не были никогда у нас на кухне, у нас здесь на кухне работает, у нас здесь одна женщина работает на кухне, как она называется, проректор из университета. Другой парень у нас сегодня тоже, какой-то ученый, то есть она здесь на кухне теперь работает и различные, я говорю, меньше проректора, мы не берем сейчас на кухню у нас работать. Понимаете, у нас здесь уже, так сказать, военное время, все, все уже, короны не падают, все, вот этот хайм, хайм, он и все, и нету печники, и печники, и так далее. Вот, и действительно, я хочу поблагодарить всех, которые помогают там здесь, волонтеры из Университета, которые сделают, помогают, защищают, охраняют и так далее. И, ну, я не могу всех назвать, здесь есть много хороших людей, я думаю, всех, которые здесь пришли, которые остались со мной, в моей очереди, так сказать, Бару Гошема, Канкова, Браха, Благословения. Спасибо всем, кто нас поддерживает, хорошо, что здесь происходит, у нас здесь происходит, на самом деле происходит, я думаю, что это Песоха будет большая чудеса у нас, надеюсь, у нас здесь мальчик, как сказал один мальчик, который у нас здесь пятилетний, которого вы видели, наверное, в следствии, я про него писал, и, да, он сказал такую умную вещь, а мы ударим к баллистическими ракетами, он сказал, да, то есть, она сбьет баллистическими, а вчера над нами такой был взрыв, сбили баллистическую ракету, называется точка, у, точка, у называется, у них ракета такая точка, точка, у, ее сбили, потому что мы хорошо молились, ее сбили здесь, она сбили с активом, и не только ее. Да, и он, потому что мальчик сказал, давайте мы к баллистическим ракетам, я подумал, что какой ребенок молодец, баллистический ракет, это значит ора, да, сказано, он будет, что тот, кто изучает, кто такой охранник города, тот, кто изучает ору, поэтому мы решили сейчас делать действительно миссис Раф Кацином, извиняйте, Равинов Русскоязычной общины города Нью-Йорка, и не только Нью-Йорка в Америке, то есть, его программы смотрят по телевизору, я когда-то выступал о нем на телевизоре нерусскоязычном, он выступает на радио Дэвидсон, да, в Нью-Йорке, и так далее, человек большой души, который взял, да, и мы в Америке, да, и он сделал предложение, говорит, давайте, я как раз об этом и думал, но он, знаете, чтобы, нужно было, это по аль-мамуше перевести в действие, он говорит, давайте сделаем изучение Торы, и постоянно, и тогда будет Тора спасать, когда он делает Махамад, тот делает стену, поэтому мы назовем это таблистический ракет, я бы назвал, это будет кому-то очень классное, будет название нашим урокам, да, и поэтому, да, в принципе, мы, поэтому будет, Ваше предложение принято, так и назовем программу каббалистической ракетой. Это со всего мира. Олег, вам слово, да, Олег, давайте, извините. Я не вижу Рава Моша, я вижу Славу Коэна. Викит, я не знаю, я вижу Славу Коэна. Все, уже есть. Дорогой Рав Моша, вы первый, второй раз с днем рождения, до 120, а второй, я хочу сказать, без лишнего пафоса, что то, что вы делаете для Украины, для всех нас, это просто гражданский подвиг. Мы настолько горды тем, что вы есть у нас, что вы настолько вдохновляете всю нашу Нью-Йоркскую общину, что передать словами это очень-очень трудно. Поэтому я желаю вам продолжать бороться, продолжать вдохновлять вас, и победа придет. Спасибо огромное вам. Я хочу попросить моего дорогого Михаэль, Моша Норов, скажи пару слов. Это наш молодой русскоязычный лидер, который математик, можно сказать, доктор наук, математик. Дело в том, что я не знаю, если Рэм Аксман меня помнит, но я его помню. Я был у него в синагоге, это было три года назад. Это было как раз в праздник Песах, я оказался в Киеве, и так сложилась моя ситуация жизненная. Слава Богу, после этого я женился. Так получилось, я оказался в Киеве совершенно один. И, наверное, по-другому, мужчина Яцахара никак не играет над мужчиной так сильно, когда он один в незнакомом месте. И я так благодарен Мошу Ацму, потому что я каждый день приходил в синагогу. Это была синагога Бродского, просто на класс. Я помню, я сидел в классе, взади, у него был колол. И он давал класс по построению семьи, и он проходил по халахе. Я, кстати, хочу извиниться за тогда свою позицию. Я и тогда извинился, но я просто напоминаю эту историю. Рэм Аксман в процессе класса сказал такую интересную халаху. Он говорит, вы знаете, если вы 30 дней прожили с девушкой, вы уже с ней женаты. А я сидел сзади класса, я тогда тоже кушал торт, потому что очень трудно найти хала в Исраэль в Киеве. Я нашел, я пришел в классе с тортиком сидел. Я говорю, Рэм, вы что такое говорите? Я так благодарен за свою жизнь, когда он это сказал. У каждого из нас религиозные, спасибо вам, Рэбе Кацин. Есть какая-то история. Я так испугался, честно говоря. А Рэб тогда сказал, подожди, не перебивай, дай мне закончить мысль. И он, значит, продолжил и говорит, нет, ты должен был, как бы, там должен быть, как это, intention и так далее. Я понял, что я, это, йодси, так сказать, в каких-то ситуациях и так далее. Я очень благодарен за теплоту, с которой меня приняли в этой синопоте. Я поздравляю вас с днем рождения. Большое спасибо. Спасибо, 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 у нас Лёва уходит до 25-ти часа, потому что не знает, вот, Лёва покажу у нас здесь. Сегодня хочу нашему любимому раввину, где у нас дети, поставить такие мягкие подарки туфли, чтобы ему было мягко ходить. Он делает очень много хороших вещей, именно мягких. И каждый день они чернировали, и все проводили в тюрьму. Чтобы мягко было ему ходить. Что, что? Недорально не будет. Чтобы было мягко ходить, дай Бог здоровья, счастья, благополучия, благословения. Аминь, мазлтов, мазлтов. Хочу сказать, когда мы благословляем Шасали Кольцарки, что сделал мне все, что мне нужно, мудрецы говорят, это на ботинке, как раз благословение каждое утром, и намечают... А у Лёва был магазин, но здесь обувь, и это все. Но символически обувью Всевышнего является храм. Поэтому, Рабмойши, чтобы вы видели с вами храм Всевышнего, туфли Всевышнего тоже были. Итак, друзья, наша община или община Рабмойша, если кто-то хочет поздравить, у вас есть возможность. Кто-то хочет что-то сказать, друзья? Рабмойши, можно сказать? Давайте. Начинайте, не будем. Начинайте, говорите. Рабмойши, можно? Вы слышите меня? Да. Рабмойши, Мазлтов от 120. Вы в свое время, я знаю, что сегодня ваш день рождения, нужно радоваться, но я эти слова говорю, и у меня навертываются слезы на глаза. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Вы на всех агелях молились за меня и за мою семью. Мы молимся за вас. Огромное вам спасибо, что вы у нас есть. Спасибо вам огромное за все. Будьте. Будьте, пожалуйста. Мы на вас все смотрим, все переживаем за вас и за всю Украину. От меня лично, от всей моей семьи, от моих детей, моих родственников, Мазлтов. Мазлтов, Мазлтов вам. Орухашем, спасибо еще раз. Много с нами людей сегодня есть. Если кто-то хочет еще сказать, пожалуйста, много моих друзей я вижу с нами на Zoom. Это мои родственники. Вот видите, вот видите, это мои родственники. Это двоюродная сестра, троюродная сестра. Твоюродная и троюродная. Давайте. Троюродная и четверродная тоже. Мойша, мы тебя поздравляем, во-первых. Во-вторых, мы тобой очень гордимся. И ты у нас вообще большой молодец. Мы тебя очень любим. И надеюсь, что все закончится очень скоро. И ты приедешь сюда. И я приеду как-нибудь в Киев тоже. Уже не первый раз. Сюда имеется в виду. Да, сюда этого Русали имеется в виду. Мам. Ну, поздравляю тебя. Мойша, с днем рождения. Желаю самого-самого лучшего. Чтобы ты был нам здоров и счастлив. Самое-самое. А это мой внучек. Ее на танчик. И ты красивый. Мазелтов. По-моему, Стивен поднял руку. Стивен, хотите сказать? Не удавайте. Мы вас не слышим, Стивен. Это не того он должен включить. А выключите, снимите, чтобы он попал. Стивен. Стивен, вы... Дорогой, дорогой, дорогой Мойш. Я очень поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам как минимум до 120, а так как Бог дарит. И чтобы у вас были силы и здоровье делать то, что вы делаете, еще в большем объеме. И я надеюсь, что я смогу еще чем-то помочь. Что я смогу быть полезным. Мне кажется, что вам спасибо, Стивен, большое. По-моему, Уэль Аспон хочет нам сказать. Рыбшмуль, хотите сказать? Давайте. Рыбшмуль, вам надо включить ваш звук. У вас нет звука. О, пожалуйста. Нет, там невозможно самому включить. Надо разрешение. А, понял. Каждый пытается, да. Отлично. Окей. Шмойль Асман, хочу поздравить своего отца. Вы знаете, что я, когда приехал в Киев работать, меня все предупреждали и сказали, смотри, если ты будешь работать со своим отцом, это самая худшая вещь. Почему? Потому что вы будете драться, вы будете ругаться, вы будете там не соглашаться. Тебе надо уважать своего отца. Из-за этого ищи работу подальше от папы. Не только от твоего. Любой сын лучше всего работай подальше от папы. Но все было не так, как оно есть. Не так, как рассказывали. Кстати, говорят, что свадьба, это не так хорошо, как рассказывают. Не женаты или так плохо, как женаты, рассказывают. Что-то между этим. Так что я вам хочу сказать от своего близкого знакомства со своим отцом, что у нас с ним не только родственные связи, но и рабочие связи. Мы с ним находимся каждый день на связи, каждый день мы работаем вместе. На ежедневном, каждый час мы с ним коллазман бекешер, как говорится. Я вам скажу, хочу сказать, во-первых, я горжусь своим папой. Папой я тобой очень сильно горжусь. Во-вторых, мой папа работает, правда, искренне от всего сердца. Работает с разными организациями, с разными людьми. Человек, который не ищет свои интересы. Человек, который искренне ищет только, как помочь другим евреям. И с этого никакую личную выгоду не иметь, это мой папа. И, к сожалению, таких немного людей. Слава Богу, что ты с нами. Слава Богу, что ты есть. И от себя, от всех своих детей, которые пошли уже спать, они очень сильно ждали этот зум. От своей жены хочу тебе поздравить, сказать тебе мазлтов, мазлтов. У нас говорится до 147 без раташем. Чтобы ты имел много-много-много нахаса. Во-первых, от своих детей, от своих внуков. А дети, они не только материальные, тоже дети, это духовные, это ученики. Дети, это все муж-пайм, на которых ты сейчас влияешь в очень положительную сторону. И сейчас я тоже налью себе лихаем. Я не хочу вас всех держать долго. Я сейчас налью тоже лихаем, для того, чтобы сказать мазлтов. Лихаем вместе с папой. Мы очень, очень, очень любим от тебя, очень живем в тебя. Мазлтов, мазлтов. Мазлтов. И так я вижу, что еще люди хотят сказать. Кто-то хочет еще сказать? Если кто-то хочет еще сказать. Доктор Фей Закам. Доктор, do you want to say something, Доктор Фей? You see what's going on over here? Яков, can you please let Dr. Faye in? Яков, найди, видишь, Фей, видишь, Фей, AOL. Dr. Faye, если Яков с нами, можешь включить, пожалуйста? Ask to unmute. Потому что я не знаю, как включить. Ребе, Ребе, Ребе. Yes. Я хочу от Западной Украины, от всех председателей, поздравить вас и пожелать вам всего самого хорошего. Мазлтов. Вы знаете, что мы делаем все необходимое и мы все вместе. Поэтому мы вас ждем. Приезжайте. Всего вам хорошего. Спасибо. Мира нау. Спасибо. Доктор Фей Закхайм, whose leading efforts for age and mental health support to Ukrainian Jews, by the way, it's another thing we want to discuss. We really want to help you as much as possible. Dr. Faye, do you want to say today is Mazal Tov, birthday of the chief rabbi of Ukraine, and the Russian community in Ukraine and many other places now, it broadcasts this. Dr. Faye, your words. Yeah. I'll speak in Hebrew because I know the rabbi speaks Hebrew. So, Rabbi, we come here in New York. We want to say to you, Thank you so, so much. Спасибо всем, кто пришел на виртуальные виртуальные виртуальные. И, на самом деле, она реальная, она не виртуальная. Сказать, когда люди близко сердцем, не важно, сколько тысяч километров между ними, да, бывает, люди реально рядом, а их не чувствуются. У нас, в общем, и виртуальные, и реальные, и виртуальные, и виртуальные. И далеки все близко. Поэтому такая, так сказать, сплоченность нашего народа, она победит все войны, и правда восторжествует. Я, действительно, сегодня принимаю решения, хорошее решение. Действительно, во-первых, это сделать урок постоянно. Небольшой такой, сколько-то минут, тень, я знаю, каждый день, через несколько дней, или раз, какие. Но это постоянно, постоянство такое же было. Как бы когда-то у нас было до войны, мы делали ВНТФ-Кателли, постоянно урок. Мы будем делать разных, ну, найдем с Яшином очень разным форматом делать. И, действительно, сейчас, когда все, глаза всех, прицелок, все находятся на Украине сюда, и, действительно, мы будем давать отсюда свет Тора, свет Тора и Греста, который разгоняет обо тьме. Поэтому я спасибо, хочу вам благодарить Анар Кациня, который был инициатором этого эфира, даже не эфира, как сказать, а эфира. Этого дня рождения, Эфир Брегена, Эфир Брегена, и все, кто пришел, и все, кто не мог прийти, тоже благословляю, даже, кто не мог зайти, там много народу было, но на следующий раз мы сделаем техническую, чтобы зашли, когда делается что-то хорошее, всегда есть какие-то препятствия, были такие, которые пытались помешать это сделать, различные силы. Но, когда делается хорошее, мы и с радостью, мы преодолеем все препятствия, и дойдем на наши конечные цели, приходом в шею. Спасибо всем. Аминь. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.